Школьные годы запоминаются на всю жизнь, ведь это прекрасная пора юности, которая так или иначе неразрывно связана с нашей последующей судьбой. И, конечно, в нашем сердце навсегда останутся первый учитель, директор, одноклассники и стены учебного заведения. В родную школу всегда приятно вернуться, особенно когда у нее юбилей. Так, Щелковская школа номер 8 отпраздновала свой 65-й день рождения. По этому случаю собралось немало гостей, желающих прежде всего поздравить людей, которые своим ежедневным трудом помогают воспитывать молодое поколение и передавать ему знания. Школа – это особый мир, и школа всегда у каждого человека ассоциируется в первую очередь со знаниями. Конечно же, с педагогами, с учителями, которые с первого дня поступления в первый класс и до крайнего дня выпуска из образовательного учреждения всегда несут огромную ответственность за то, что они делают. Для каждого времени были свои задачи, и каждый директор выполнял их, мне кажется, не жалея сил, не жалея времени. И то, что это здание, которому 65 лет сейчас в таком состоянии, это заслуга, без сомнения, всех директоров, всех пяти директоров, которые руководили и руководят этой школой. Учащиеся школы подготовили концертную программу, которая состояла из ярких и разнообразных номеров. Также был показан документальный фильм, в котором собравшимся напомнили, что открытие нового здания учебного заведения состоялось еще в сентябре 1953 года. С тех пор сменилось много директоров, но каждый из них внес свой вклад в развитие школы. Хочется с гордостью сказать, что у нас семь педагогов-победителей нацпроекта. Два педагога стали лучшими учителями России. 58% наших педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 38% первую. Мы гордимся своей школой, мы любим ее. Что бы ты пожелал своей школе? Процветания. Конечно, Марине Иване хочется пожелать всего хорошего, счастья, здоровья, потому что она отличный директор. И я всегда буду гордиться за то, что у меня был директор Марина Ивановна. Любая школа не школа без искренне любящих ее учеников, которые хотят возвращаться в родные пенаты и наверняка приведут сюда своих детей. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...